добрый день вот еще одна презентация стратегии слои бытия есть у меня такая важная модель эта же модель решает вопросы соотношения материального и духовного и в моей терминологии это вторая философия и так я утверждаю что материальное и духовное это только два элемента на шкале шкала выглядит так материальная социальная культурная духовная космическая это понятие одного ряда давайте посмотрим другие понятия тех же того же ряда параллельные ряды следующий ряд это общие ценности польза добро истина гармония она же красота и существование а вот еще ценности например вот человека до ценности педагогические педагогические ценности они дают нам в этом же ряду здоровье общение творчество культуру и безопасность у человека по аристотелю есть душа растительная душа животное разум человеческий разум божественный и тело рейстотель бы согласился что это соответствует пяти или первоэлементам земле воде воздуха огню и еще мы со своей стороны находим аналогию в твердом жидком газообразном в плазме вакууме вот в наше время эти категории уже не работают но есть другие похожие категории похожие шкалы например отношения к инновациям бывает осторожное отрицательное спокойное активно и никакое запреты моральные не убей не укради не уги не определять собеседника не навреди мы потом покажем что это все вещи параллельно идущие оплата труда издельная по времена и от прибыли посмертная никакая права и свободы свобода передвижения свобода собраний союзов печати сменит говшествия демонстраций право на личную информацию и на личную тайну право на отрыв от своей прежней жизни на смену своего я и право на жизнь это разные ступени одной и той же шкалы ну и последнее тут заключительный аккорд культура массовая традиционная и классическая которая распадается на модерн постмодерн и метамодерн но можно подойти к этим понятиям с другой стороны это будет путь более короткий и более эффективный но он решает эти проблемы тоже мы рассмотрим миф религию науку чем они отличаются но сначала что у них общего и что чем отличаются я задаю обычно три вопроса если канон если профессионалы если авторство у мифа нет канона нет пришла в нет авторства в религии есть канон и есть профессионалы но авторства нет науки есть и то и другое третье и тут я предполагаю что в обществе огромную роль играют так называемые информационные пирамиды одни люди порождают идеи другие эти идеи транслируют а третьи эти идеи принимают и исполняют я буду называть их соответственно авторы трансляторы и потребители так вот потребители пока они только потребители у нас есть у нас есть только миф у нас нет канона и нет профессионалов когда появляется некоторое количество людей способных работать трансляторами они становятся профессионалами и они держат канон и только позже этого появляется некоторое количество людей которые могут работать авторами вот они создают на руку. Но это соответствует первым трем слоям бытия. Материальное соответствует потребителю, транслятору соответствует социально, а автору культурное. Но вот еще две категории, духовное и космическое, пока остались без, это называется у меня стратегии. Но я сейчас покажу, что тут тоже есть стратегии. Большинство людей используют статические стратегии. Родился он, занял место потребителей и всегда будет потребителем, а другой всегда будет транслятором, а третий автором. Но есть некоторое количество людей, которые движутся, у них динамические стратегии и становятся сначала потребителем, потом трансляторами, потом авторами, а потом им становится скучно, и они уходят потребителями в другую иерархию. Есть еще две стратегии. Аутсайдер. Тот, кто вообще выходит за пределы всех иерархий И инвайдер, который путешествует не в таком каноническом порядке, а произвольно Так вот, странники – это духовное И там, где в миф-религии наука появляется философия А аутсайдеры и инвайдеры, у них космическая точка зрения И за философией идет моя система Эта же модель позволяет ответить на вопрос самым грубым, первым образом Куда и почему течет история Напомню вот эту картинку И давайте согласимся с тем, что чем больше номер статегии, тем строже требования Потребителем может быть любой, а аутсайдер уже должен знать экзамен Автор сдает еще более трудный экзамен, странник еще более трудный И эпоха меняется в тот момент, когда люди, способные сдать более трудный экзамен, накапливаются в достаточном количестве Ранние эпохи – господство мифа, следующие эпохи – господство религии, потом господство науки И дальше, и дальше, и дальше Вот такая вторая философия, отвечающая на вопрос, что такое материальное и духовное Куда и почему течет история И как мы, как устроена наша жизнь До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok